Среди расследованных уголовных дел 15% приходится на преступления, совершенные на почве семейно-бытовых отношений. В семьях у нас не все так гладко, чего не скажешь об улице. Общий рост преступности из хулиганских побуждений стал, конечно, ниже, но не по всем пунктам. Сократилось количество грабежей на 31%, разбоев на 25%, угонов на 71%, но зарегистрировано больше краж на 4,5%. И вот тут можно перейти к цифрам. Преобладающим видом преступлений, совершаемых в общественных местах, являются кражи. Чаще всего они происходят в магазинах, образовательных учреждениях, банках и автобусах. Причем 18 краж были совершены подростками. Первое полугодие выдалось непростым и в борьбе с преступностью, отмечает начальник полиции, который после того, как закончил доклад, ответил на вопросы депутатов. Они, разумеется, волнуют и жителей города. Например, как полиция может повлиять на хулиганов и людей в подпитии, которые ночью дебоширят на пристани рядом с музеем истории Соли. Уже принято решение, принято решение внести корректировки, план комплексного использования сил и средств. И наряды патрульно-постовой службы будут, дополнительный маршрут будет там проложен. Также одного из депутатов взволновало, почему в ночное и вечернее время, если вызываешь полицию на драку и дебош, ждать приходится порядка двух часов. Оказалось, ответ прост. Все упирается в нехватку кадров и большую площадь, которая находится в виде нестражу порядка. Но эта проблема устраняется и, возможно, к концу года после пополнения штата количество краш на улице станет меньше. И все же держите свое имущество при себе и будьте внимательны.